у нас три дня бесконечных встреч на производстве при этом на поезде потому что можно ночью господь из недочетов как целый день сниматься с грязной головой это проблема потому что я мою волосы каждое утро потом я делаю укладку на брашинг а сегодня спала головой подушку и у нас сегодня три встречи я думаю что нужно искать салон мыть голову и возможно мы оставим себе завтрак у меня идеальный прикид для этого поезда но с красными ногтями это имеет потрясающий эффект на штанте на темнота так ну что с 7 утра мы едем на завтрак горыныч это единственное место которое так рано работает это 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 Продолжение следует... 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 Дело в том, что надо исходить от потребностей и к этим потребностям проектировать пресс-форму. В зависимости от количества, стоимости. Сколько стоит у вас пресс-форма? Уже есть стоимость пресс-формы? Я об этом и говорю, что есть пресс-форма, допустим, 24 гнезда. Это значит, у вас там миллионное количество. Вы говорите, нам не надо миллион, нам надо 10 тысяч. Значит, вам надо пресс-форму достаточно, два гнезда, четыре гнезда. Какая именно партия у вас для заказа? То есть мы же не можем там быстрее всего? Нет, они отталкиваются от других вещей. Давайте про сто тысяч говорить сейчас. Как я понимаю, мы делаем пресс-форму. Вы имеете в виду, что вы эту пресс-форму должны поставить на свой станок. Да, естественно. То есть снять с производства все остальное и делать только нас. И там их много, этих крышек. То есть вы одновременно несколько штампуете. И вам нужно понимать размер вот этого гнезда. Исходить нужно из того, что, вы говорите, нам надо объем примерно... 10 тысяч в месяц. Если, понимаете, мы понимаем, что проект стартовый, да? Рео стартовый? Ну, это да. То есть он еще не на рельсах, мы не понимаем его емкости, да? Да. Соответственно, есть необходимость, наверное, сделать какую-то тестовую форму? Нет, нет. Нет, нет. У нас есть уже налаженный. Есть объем. У нас уже стильный запущенный бренд, у нас есть теплые клиенты и у нас уже... Тогда надо понимать примерно тогда... Мы в готовую воронку закинем. В готовую воронку. Ну, допустим, месяц, квартал. Первый год – это 10 тысяч в месяц. 10 тысяч в месяц. Это понятно. Пресс-форма, наверное, это будет где-то 4 гнезда литьевая. Да. То есть мы... И так, чтобы вы понимали, есть пресс-форма PET, полиэтилен. Это все выдув, это выдув, это литье. Если мы говорим о стоимости изготовления основских, то самый дорогой – это литье. Да? Дорогая пресс-форма. Вот мы сейчас делаем пресс-форму на 6 гнез. У нас она где-то в 46 тысяч обошлась. Доллар? Доллар. Это цена X-Work, ну, плюс сюда все докладные и так далее. 3 млн. 680. Ну, а эти мне 2 млн. почитаю, да. Примерно 2 млн. Ну, типа, если у нас будет 4, то она как раз может втеснуться 2 млн. Нет, не может? Нет. Думаю, нет. Нет, это, знаете как, я вот сейчас дал вам какой-то порядок. Теперь вы смотрите, ага. Стоит дальше разговаривать не стоит. Мы отправляем сейчас на млдмакеру. Ну, смотрите, то есть нам по-честному слабые 100 тысяч единиц, конечно, не нужны. Мы эту цифру взяли от других производств, которые нас сразу начинают грузить. А, если вы хотите такое, тогда сразу вы него заказываете. Вот, я об этом говорю, да, что если мы говорим о, допустим, одногнёздная форма какая-то, мы понимаем, что эта одногнёздная форма нам даст не больше какого-то количества изделий. Не могу сейчас сказать, но 10 тысяч она даст. Ну всё, давайте тогда сделаем. 10 тысяч она даст. Ну и вы можете нам просто... Просто знаете, что получится в этом плане? Пресс-форма будет дешевле, насколько-то, да? Да. Единица изделия будет дороже. Да. Ну и дальше в производстве вам занимается. Машина времени. Да. Ну, это всё у нас логично. Либо мы говорим, там, увеличиваем ёмкость пресс-формы, маршируем, да, это всё уменьшается и стоимость единицы изделий. А вы можете нам дозу в месяц отдавать? То есть не 100 тысяч единиц, а там, например, 10 тысяч в месяц отдавать? Ну, конечно. Чтобы нам складки... Это значит, мы будем делать 10 тысяч, мы не будем их делать и не будем их делать. Да. Ну, у меня уже ноги гналят. Я уже говорила. Я вижу, что он у нас очень классный. Сейчас будет теплее. О, какой? Он вообще, и тот будет неплее. Хороший. А у меня влазит. У меня есть лопаточка с собой. А у меня ноготь влазит. У нас лопаточка с собой. Да, с собой лопаточка нарядная. Ой, какой классный, обалдеть. Вот, вот сейчас прям сказочный. Я бы им все намазала. Все это мажет, кутикула. Да, я все мажу. Да, я люблю такую вот прям, которая быстро так растет. Обезьянцы. Похоже, все это тоже все намазает. Это же руки. Да, вот морозы такие прям бывают. Значит, лаванду принимаем. Лаванда чудесная. А мне нравится вообще. Ой, так хорошо стало. Прохладненько сразу. А это что у нас? Это интим? Да. Интим тебе? Ну, мне хорошо. Я же с ним люблю. А ты его не очень любила. Ну, не знаю. У меня просто чувствуется, что после ринопластики такая. Видите? Ну, по-моему, мне уже... Мне хорошо, прям свежо. Там же смены почули. И почули. Ну, я же смену чувствую. Там масло облепихи, масло календулы, масло вечерней примула. О, хорошо. И живица. Ой, еще и живица. Там масло живица. Да, то есть он такой регенерирующий. Ага, скалочный. Ну, вот здесь я больше чувствую смену. Хотя это из нашего стаканчика разлито. Он мягкий, да. Да, зачем как-то его больше поймала. Хорошо, мне нравится. А мне одинаково, да? Это нам... Да, да. Вот мне просто интуитивно, конечно, что жасмин и интимная гигиена, это очень подходит. Подходит. Да, да. А он такой прям открывает. Ты же ждала два года жасмин. Да, я жасмин. А почули немножко его делать строже. Да. Потому что жасмин совсем такой слащавенький. Чули его делать строже. А облепиха делает его лечеб. А облепиха не пахнет. А облепиха не пахнет. А облепиха не пахнет. А облепиха календула живица. И вечерней примула этот для регенерации. Шикарно. Ну, надо пробовать. Я, честно сказать, не додумалась никогда гидрофильной. Надо пробовать. А нам нужно гидрофильное на всё. Вот так рождается гидрофильный шампунь. Это руки. Очень. Сделаем. Да. Потому что они теперь хотят всё гидрофильное. Они уже поняли, что классно в сухом регионе на масле сидеть. Они уже детишек подсадили, мужей подсадили, бабушек подсадили. Уже все сразу начали. Они не готовы больше ничего без масла. То есть, они теперь панически боятся все эти гели-пенки для душа и классические шампуни. И мы их приучили, что если у них закончился шампунь, чтобы они сульфатным шампунем, не дай Бог, не помыли, они моются гидрофилом. И половина ушли на гидрофил полностью на волосы. Угу. Очень удобно. Но мы сделаем тогда. Я уже знаю. Очень хорошо. Увеличим количество палок. Он будет лучше пенится. Лучше очищается. И вот только вот перхоть. Буквально там два применения. И всё. Классно. Руки. А у меня нет рук, да? Руки. Это только один из вариантов ароматов. Мне кажется, он там немножко пропал. Хотя аромат сам по себе офигенный. Он такой прозрачненький. Вот всё, как мы в последнее время делаем, он такой непонятно прозрачный. Сейчас я покажу, как кулочка. А этот же аромат просто вместе для тела звучит. Вот он. Да? Он такой необъяснимый. Да? Он такой необъяснимый. Восточно-загадочный. Для меня он просто сладкий какой-то. Как сладость какая-то. Варенье. Не стоит. Вот, нюхайте, как это совершенно по-другому звучит. Эмульсия. Совершенно. Я просто вам сегодня принесла коллекция ароматов. Потому что мы сейчас новые ароматы ищем. Мы как раз поездили по парфюмерам, набрали то, что нам нравится. Мне очень нравится. Здесь есть масляная фаза. Вот этим я могу пробовать? Да. Поэтому здесь есть, где отдушки растворить. Смотрите, какую липкость, да. Если вас не смущает эта липкость... Мне очень нравится эта липкость. Вот она хороша. Она лёгкую вуальдо. Вот потрогай её. Сейчас высохнет. Вот для меня прямо идеально. А эту я обожаю. Это вот когда мне нужно идти куда-то срочно. То есть когда я баттером или маслом не могу. И мне надо сейчас надеть какую-то нарядную одежду, колготки. Я люблю вот эту росу. Она тонкая, быстро впитывается в тело. Давай теперь ещё росу. Мне вообще не липко. Не так липко, как ты говоришь. Как ты рассказала, да. Вот это можно пробовать? Салибилизаторы, они на АПЭГО. Нет таких натуральных салибилизаторов. Если у нас прям всё натуралочка, да. То вот как бы могут прицепиться любителям всего натураля. И я всё равно тоже это раз волосую, потому что она её увлажнит. Она волосы. И она органолептика приятная. Вот я хочу такой спрей, который... На волосы это будет лучше. Вот так, на волосы? Да. И тяжело не будет? Не будет. Мне тоже больше нравится текстура. Не будет тяжело. В принципе, они одинаковые, я бы сказала. Ну да. А просто здесь им не больше? У меня ПЭК смутит всех любителей зрения. А, да? Да. Мы же их уже там научились на составы читать. Они у нас все образованные. Не, ну вот этот бесподобный. Это вообще. Блин, вот этот просто... Вообще. Вот этот... Ютуб и отзыв вообще. Этот просто пушка. Это можно сожрать вообще. Ютуб. Они съесть любят очень. Это же марципанчик. Потрясающе. Конечно, я просто обожаю. Всей душой и сердце наш завод. Потому что это династийное предприятие. Завод уже более 30 лет. Еще папа Светлана создавал вообще весь этот завод. Выпускал активные ингредиенты еще для пабрики Свободы. Мы пришли пробовать этикетов. Это так вот, моя рада. Это мне. А это все тебе. Все. Да. Все. Да. Все. Так много. Это история о том, как мы с Машей построили три бренда косметики. Да. Да. Рад. Ну что, сейчас на почту России отправлять едем? Жанна. Жанна. Это лаборатория. Она у нас имеет государственную аккредитацию. Несколько раз мы получили эту лицензию по пять лет. Сейчас нам дали бессрочную ее. Это наше очень большое достижение, потому что от качества входного сырья очень многое зависит. И мы каждый раз проверяем продукцию, которую мы произвели. То есть сырье, которое к нам поступило, и продукцию, которую мы произвели. Это лаборатория биотехнологии. То есть у нас наше основное было направление, с чего начиналось вообще предприятие. Это производство биологически активных ингредиентов для косметики. Вот, смотрите, антуражик. Какой колокольчик симпатичный.